Изучили всем городом. Примерно 420 предложений по корректировке единого документа по территориальному планированию и градостроительному зонированию поступило от сургутян за все время работы над ним. Накануне в Думе Сургута прошли повторные публичные слушания, где участвовали сотрудники городской мэрии, парламентарии, специалисты Российского государственного научно-исследовательского и проектного института, урбанистики, готовившие документы, а также активные сургутяне. Жители нашего муниципалитета ознакомились с предложенным генпланом на ближайшие 20 лет, отметили некоторые на их взгляд неточности и озвучили свои мысли на встрече. Мы просим рассмотреть вопрос в отношении довольно-таки больших земельных участков, где разрешен воспользоваться промышленность строительства, изменить, установить не АГО-1, АГО-2, АГО-3. У меня к уважаемым проектировщикам есть пожелание такое. Те существующие, скажем так, назначения земельных участков и зоны земельных участков, которые уже заняты застройкой, на которые существует право собственности, очень большая просьба эти земельные участки не корректировать и не лезть к ним. Все озвученные предложения зафиксированы. Их будет рассматривать комиссия по подготовке езиного документа, но большинство это известно уже учтены. К слову, при составлении его исполнители из научно-исследовательского института перспективного градостроительства в презентации предварительного проекта для Сургута обозначили, что через 20 лет в нашем городе будет проживать примерно 570 тысяч человек. И за этот период времени в муниципалитете должно быть построено 51 школа, 4 станции скорой помощи, 13 бассейнов. Но вместе с тем, по мнению специалистов, требуется эффективно использовать уже застроенные территории. Возводить современную инфраструктуру необходимо и там, где уже стоят различные объекты. Напомню, в мае этого года состоялись первые публичные слушания по вопросам изменений в генплан Сургута. Корректировки в документ потребовались, чтобы окончательно согласовать между собой цели и задачи, которые стоят перед городом. До 7 сентября комиссия ожидается вытаст заключения по итогам прошедших заседаний. Затем в течение 20 дней документ появится в федеральной информационной системе. Окончательная версия плана будет вынесена на утверждение депутатам городской думы. Это может произойти уже в октябре. Если парламентарии поддержат, то документ станет обязательным для исполнения. Генеральный план одна из стадий, одна из этапов. Это комплексная работа по активизации документов стратегического планирования, документов территориального планирования, правил землепользования, застройки. В том числе далее мы планируем реализовывать за счет мероприятий, предусмотренных генеральным планом, основные флагманские проекты, предусмотренные стратегией развития города. Также формировать муниципальные программы для того, чтобы то, что мы напланировали в стратегии в генеральном плане, как некая проекция этих мероприятий на территорию, чтобы мы могли реализовывать уже и понимать источники финансирования и календарные сроки исполнения основных решений генерального плана.